Сейчас очень заметны стали люди в желтых и красных жилетах, которые работают на городских территориях, в частности на газонах, хотя еще на некоторых лежит и снег, и наледь, да, и очень активно сейчас подбирается мусор. Эта работа, она не делается быстро очень, понятно, что мы стараемся это все максимально в короткие сроки убрать, но, тем не менее, есть какой-то период, когда и работа идет, но, тем не менее, остаются какие-то участки, куда еще, как говорят, не дошли руки. Я думаю, что вот мы назвали дату месяц, да, и за это время мы должны город и помыть, и убрать, поэтому по окончанию апреля мы будем судить о том, как мы эффективно сработали или нет. Поэтому я надеюсь, что вот те основные магистрали, где сейчас идет работа, они в первую очередь первым этапом пойдут, да, мы их и моем, мы их и убираем сейчас, уличную дорожную сеть, которая включает в себя и газоны, да. Что касается вот таких вот локальных участков, надо разбираться там, где-то есть наши территории, где-то есть ведомственные территории. Вот буквально вчера Александр Дмитриевич говорил о том, что надо обратиться к руководителям предприятий, учреждений, перед которыми находятся территории, которые, может быть, не являются городскими территориями, да, но тем не менее примыкают там к заводам, к каким-то офисам и так далее, с той целью, чтобы люди, работающие в этих организациях, могли убрать возле себя территорию, если это возможно, конечно, да, но мы окажем соответствующую помощь, мы можем предоставить и технику для того, чтобы вывезти тот или иной мусор. Поэтому такие обращения будут направлены главами районами в адрес руководителей учреждений. Это обычная практика, это делается каждый год, и все уже об этом знают. Я думаю, что в этом отношении проблем никаких не будет. Поэтому вот апрель самый такой ответственный, это экзамен для коммунальщика. Кстати, еще по поводу экзамена, зимой было очень много все-таки песка, и вот я все ждут. А это вот ответ тем, кто говорил, что город не посыпают. Вы видите, рыжие тротуары после весны, это говорит о том, что посыпали. Было очень много снега, соответственно, не успевали убирать. Но посыпать посыпали. Ну, а теперь еще больше усилия для того, чтобы пылевых бурь избежать рвется? Ну, если вы заметили, с 2014 года, с осени, наверное, с 2015-го в большей степени, пылевых бурь в городе нет. Нет пылевых бурь. Значит, на сегодня, если есть и поднимаются небольшие, да, на небольших участках, это прежде всего то, что мы еще недавно имели с вами снег на дорогах, да, и мы полностью еще не успели убрать. Мы только сейчас активно начинаем этим заниматься. Поэтому сейчас дана команда вот на тех магистралях, где движение транспорта является очень активным, и где скоростные режимы очень высокие, мы с утра, где-то с 7 часов утра до 10 часов вечера будем стараться увлажнять территорию, для того, чтобы вот то, что еще не убрано, не поднималось в воздух. Такая команда дана вот буквально вчера, и сегодня уже начались такие работы, в частности, по набережным, да. Я надеюсь, что это в какой-то мере нивелирует вот эту проблему. А так вывозится очень много смета, так называемого, это песок, грязь, которая образуется. Ну вот я приведу пример, даже предприятие Коломяшское, которое обслуживает Выборгский и Приморский район, в сутки вывозит до 200 тонн такого смета. Казалось бы, да, два района. Поэтому работа идет. Спасибо вам.